Уйдя на самоизоляцию, Сергей Миронов не прекратил работу. Соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, лидер «Справедливороссов» продолжил встречи, в том числе и с населением, по видеосвязи. Роман, добрый день! Рад вас видеть. Расскажите, что у вас за ситуация? Основатель благотворительного фонда, сам страдающий от ДЦП, однофамилец лидера партии «Справедливая Россия», Роман Миронов в течение нескольких лет добивался получения квартиры. Суд наконец-то обязал администрацию района предоставить Роману жилье. Но увидев свою будущую квартиру, потенциальный владелец заветных квадратных метров потерял дар речи. Квартира в ужасном состоянии. Отремонтировать ее, дай бог, в 2022 году. Если хотите, сейчас въезжайте, значит, ремонтируйте за свой счет. Второй этаж. И лифт средства маленький лифт? Очень маленький лифт. Инвалидная коляска в лифт в этом доме просто не войдет. Но, по словам Романа, нет возможности войти и в саму предоставленную квартиру. Настолько ужасны там условия. Чтобы убедиться, что же происходит в старенькой многоэтажке, Сергей Миронов не стал медлить и сразу же отдал распоряжение своим помощникам. Зафиксируйте всю ситуацию, да, потому что когда дают тем, кому положено по суду квартиру из принципа «на тебе Боже, что нам не гоже», конечно, это никуда не годится. Но мне нужна объективная информация, что там происходит, что в квартире, что там можно сделать, что там можно сделать с точки зрения лифта и коляски. В квартиру, расположенную во Фруненском районе Санкт-Петербурга, уже на следующий день отправился помощник Сергея Миронова Александр Лысов и юрист Центра защиты прав граждан Александр Новиков. Вот туалет сломан полностью, салтехника, все перекрыто, вода отрезана. Вот кухня, даже боюсь притягиваться. Вот газовая плита сломана, сказали, воды нет, здесь все, вот видите, все отрезано. Словам Романа, прежний жилец остроумно решал коммунальные проблемы. Сказали, что тот хозяин прежний, он затыкал в раковину, встал в бедро, посуду мыл, сливал и в унитаз выливал. Нет газа, городит проводка, горы хлама, на все обращения отписки. А они не обосновали, почему они не привели в порядок? И обосновали, они сказали, что его поставили в очередь. А когда эта очередь до меня дойдет, до этой квартиры дойдет, никто не знает. А как жить в таких условиях, чиновники почему-то не сказали. Пол сразу сказали мне не один, потому что тут затоп был не один раз, а не видите, даже дуты. Даже беглого осмотра хватает, чтобы насчитать ни одно нарушение жилищного кодекса. Нет у нас водоотведения на кухне, это в чистом виде. Нарушение, это значит, что жилое помещение не отвечает требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям в принципе. Соответственно, вам выдали просто квартиру, в которой банально невозможно проживать. Каждый шаг фиксировался, чтобы лечь в подробный отчет, о чем распорядился Сергей Миронов. Я, Роман, это дело так не оставлю. Обязательно буду добиваться того, чтобы жилье было человечеством. И что будем дальше делать, я посмотрю уже в зависимости от того, как мне доложат мои помощники. Не терять время, не тонуть в бесконечных бумагах. Четко и по существу. Так, как и нужно решать вопросы. Мы с Александром сейчас тоже еще посоветуемся. И Сергею Михайловичу в понедельник позвоню, обо всем доложу. Роман, мы сейчас займемся подготовкой всех этих документов. Я думаю, в самое ближайшее время мы сможем вам помочь. Почему-то у меня есть в этом такая уверенность. В самое ближайшее время помощники Сергея Миронова поедут еще по нескольким адресам, где жители пожаловались лидеру справедливой России на несправедливость. Пандемия не смогла остановить процесс помощи населению на местах. Сергей Миронов продолжает не только принимать граждан в режиме онлайн, но и контролировать ситуацию.